Говорят, что масло в коробке менять не нужно. Машина 96-го года, пробег около 250. Нужно ли менять фильтр АКП при замене масла? Сколько будет стоить профилактический ремонт? Пинается коробка, может ли замена масла помочь? Добрый день, меня зовут Иван, с вами автосервис ТОП МОТОРС. Мы решили немного отобрать вопросы относительно коробки передач, которые вы нам задавали. И немного внести ясность, поотвечать. В общем, приступим. Говорят, что масло в коробке менять не нужно. Оно рассчитано на весе трехслужбы. Да, действительно, такие коробки есть. В основном это у немцев. Прописано, написано, что масло рассчитано на весе трехслужбы. Но есть одно большое но. На тот период, пока машина расчетана, должна свое служить. Это в среднем порядка 100 тысяч километров. И есть там необходимая сноска. В тех случаях, когда условия являются сложными по эксплуатации, то необходима замена масла. Это также относится и к замене масла в двигателе, когда указан на пробег 15 тысяч километров. И есть сноска о том, что необходимо сокращать сервисный интервал вдвое для условий эксплуатации. Наши сибирские условия с нашими морозами, с нашим, скажем, бензином и прочим, это как раз те самые условия, когда интервал нужно сокращать, а замену масла в коробке нужно делать. Ведь весь ресурс и все поломки коробки зависят именно от того случая, как хорошо к ней относятся, как часто меняют. То же масло, потому что оно является не просто, скажем, движущей силой в кавычках, но и как раз отводит тепло, продукты износа и все остальное. Если это все будет накапливаться, ресурс будет забираться у коробки в первую очередь. Вопрос номер 2. Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий для замены масла в автоматической коробке. Неизвестно, как давно менял масло предыдущий хозяин. Машина 96-го года, пробег около 250, если не скручен. Я слышал, если заменить масло в такой ситуации, то могут быть проблемы в будущем с этим АКВП. Ну да. Если до вас никто не менял масло или менял его там условно, состояние его уже там ближе к черному, так скажем, в кавычках, то они не просто в будущем, они могут появиться сразу после замены масла. Алгоритма как такового нету, ну как бы, кроме как просто менять масло, пока состояние масла не будем, скажем так, визуально нормальным, потому что оценивать состояние масла визуально не принято, неправильно, относительно каких критериев это делать, тоже непонятно, потому что заменить полностью масло не во всех случаях получается, и так или иначе на пробеге 250 на коробке будет износ. Поэтому сливать, заливать, проезжать 500 километров и делать это минимум 4 раза. Соответственно, если есть проточный фильтр, который питает гидроблок, менять его в том числе. Ну, на самом деле, нюансов очень много. Надо понимать, что за коробка, понимать, как сейчас себя более-менее ведет, в каком состоянии масло, ну, хотя бы там, грубо говоря, черное, не черное, и уже можно ли поменять основной фильтр, нельзя, ну, и вот здесь уже делать выводы. Третий вопросик. Пинается коробка, может ли замена масла помочь? Да, скорее всего, навряд ли. Коробка будет пинаться только из-за механического износа. Масло здесь уже вторично. Вот. В каком-то случае может стать лучше, но на небольшой промежуток времени. Да, бывают случаи, когда это помогает. Это связано только с теми случаями, когда вязкость масла нарушена, и новое масло, которое меняет, заливает новое. Да, действительно, дает результат. Но это 50 на 50, скажем так. Конкретно четко дать ответ на этот вопрос, ну, к сожалению, нельзя. Здравствуйте. А сколько будет стоить профилактический ремонт? Разобрать полностью и поменять все, что нужно в коробке. Honda Accord 7. Коробка работает пробег 200. Просто есть желание заранее все сделать, чтобы спокойно есть без сюрпризов. Ну, на самом деле, это не совсем правильно делать такую операцию, потому что все, что будет задефектовано в этой коробке на этот момент разбора, ну, кроме, там, условно, подшипников, пакетов, замера его и, там, замена основного фильтра, который можно поменять только с разбором, больше, скажем, это будет такая, скажем, действительно, профилактика. Просто промыть, просто поменять. Да, добавим ресурса, потому что масло заменим полностью, фильтр заменим полностью, всю взвесь, которая плавает или осела на стенках, она помоется. И все, это, скажем, даже не ремонт коробки, это, скажем, в большей степени, просто замена фильтра, назовем это так. Вот, и в какой-то степени замерятся, ну, не в какой-то степени, замерятся все пакеты и, где необходимо, будут заменены. Вот. Такой ремонт в среднем где-то начинается от 70. Это снятие, разборка, необходимые им комплекты, но в любом случае вся детальная дефектовка и то, что нужно поменять, будет только после того, как коробку разберут, отдефектуют, скажем так, когда она будет у нас разобрана лежать на столе, и тогда будет понятно, что делать, как делать, суммы и что конкретно мы будем менять. Через какой интервал менять масло в автомате? Каждый год или чисто по пробегу? Нет, все просто менять. Все зависит, сколько много ездите. Если ездите немного, пробеги там в год не допускают 10 тысяч, то менять раз в год. Просто профилактически. Если ездите много, там, скажем, как средний и выше по пробегам в год, то менять чисто по пробегу. В среднем мы рекомендуем менять масло раз в 20 тысяч километров. Где-то долговременно буксовали, напрягали коробку, большие подъемы были, затяжные в каких-нибудь путешествиях и прочее. Говорим, что чуть-чуть сокращать, чуть раньше менять. Это действительно так. Как именно произвести замену масла аппаратом или методом слить-залить? На самом деле тут очень много нюансов, как все это делать. Важно, какая коробка, как себя ведет и прочее. Не стоит, например, на возрастной коробке с пробегом большим менять масло аппаратом, это все приведет. Аппаратная замена сделает свое дело. Она промоет коробку, вымоет всю грязь и все остальное. Промоет гидроблок, отчасти, если там не конкретный нагар и фракция. Вот. Она вымоет, да, нишу коробки, всю взвесь и прочее. Но что делать с такими коробками, когда, ну вот конкретно с Хондой, когда мы не можем поменять фильтр внутренний? Ну, то есть вся грязь пойдет, пойдет в первую очередь через всасывающий основной фильтр. Мы либо заберем у него, ну точнее мы 100% заберем у него срок службы, тем самым сократим ресурс коробки. Он либо, мы об этом узнаем, ну, человек об этом узнает уже в процессе. Ну вот. В тех случаях, когда в коробке можно снять поддон и заменить его, да, стоит. Но, опять же, это стоит делать на ранних пробегах, либо постоянно делать эту замену масла. То бишь, раз там условно, к примеру, 30-40 тысяч километров, постоянно делать замену масла с аппаратную, снимать после этого фильтр, доливать масло до уровня и кататься. В тех случаях, да. В тех же случаях, когда основной фильтр заменить без разбора коробки невозможно, сам завод-сготовитель рекомендует менять масло только частично. Вот примерно так это должно выглядеть. Вопросик, нужно ли менять фильтр АКП при замене масла? Да, безусловно, нужно. В тех случаях, когда он в доступе, когда можно снять поддон, его заменить, конечно, каждый раз нужно менять. Да, существуют эти сетчатые фильтра, которые можно промыть. Не совсем правильно их промывать, потому что именно всасывающая часть здесь, подача здесь, края не всегда промоются, и что там осталось, непонятно. Вот, поэтому лучше менять. В тех случаях, когда фильтр достать, чтобы фильтр заменить, надо снять коробку. Ну да, как бы не совсем рентабельно менять. Но в этих случаях практически всегда есть проточные фильтры, которые питают гидроблок отдельно. Их нужно менять. Вот. Конечно же, если достать фильтр при каждой замене, операция трудозатратная, то каждый раз замену менять не нужно. Он рассчитан таким образом. Ну что ж, пожалуй, на этом все. С коробками закончим по этим вопросам. Задавайте интересующие вопросы в комментариях, постараемся на них ответить. Подписывайся на наш канал. Всем пока!